МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинает меняться. После всех публикаций, статей, репортажей люди начинают задаваться вопросом, а вдруг все не так, как нам пытаются представить. Мы считаем, что это самое главное. В большинстве своем общественное мнение уже далеко не такое враждебное. В конце концов, нам удалось провести в Национальное собрание и Сенат резолюцию с требованием отмены антироссийских санкций. Мы это сделали против воли французского правительства. На моей памяти такое происходит впервые. За последние 30 лет. Гости из Франции наслаждались крымскими красотами. Последние три дня всего в состав делегации вошли 11 человек. Особенно их поразило посещение села Красное, где в годы фашистской оккупации погибли тысячи человек. Наши коллеги сравнивали сегодняшнюю, может быть, реинкарнацию нацизма в некоторых странах Европы или попытки таковой с попытками фальсификации как истории того времени, так и сегодняшних российских реалий в политическом и информационном пространстве Европы. А ведь поездка могла и не состояться. Леонид Слуцкий отметил, что на французских парламентариях давило Министерство иностранных дел Франции, но это не остановило депутатов, для которых реальности, правда, важнее вымыслов и запретов. Как и в прошлом году, в этот раз члены делегации подвергались беспрецедентному давлению со стороны Министерства иностранных дел Франции с рекомендациями отказаться от этой поездки. Но, как мы с вами знаем, никто не только не отказался, но и по итогам визита в интервью, которые проходили еще вчера в Севастополе, наши коллеги призывали парламентария в Западной Европе посещать активнее Крым, Севастополь, и доносить до населения их стран сегодняшние реалии этих территорий. Напомню, что делегация французских парламентариев провела в Крыму три дня. Гости полуострова встретились с представителями власти и побывали на Дне военно-морского флота России в Севастополе. В конце визита депутаты отметили, что Франция должна снять санкции с Россией. По их словам, ограничения глупы, а присоединение Крыма к России отражает волю народа.